но это первый сезон юных белорусской спринтерши и конечно в общем строго наверно судить ее не будем за то что она пока последняя надеюсь что в ее карьере будет еще много хороших и гораздо более ярких стартов но пока второй день и можно более расслаблено что ли с таких позиций вести себя и постараться просто получить удовольствие как это сделал артем кузнецов мужском спринте я бы даже игры с вами немножко поспорил по поводу внесы герцог потому что учитывая такой сильный 500 метровку и не совсем сложившихся тысячи метров внеса должна сегодня делать больше отрыв на 500 для того чтобы запас и запас на 2 тысячи было чуть больше дать чуть возможности побольше чуть шаг назад чтобы был но замечательно замечательно что у нас разные прогнозы и соответственно мы будем смотреть чьи прогнозы окажутся вернее 39 72 фиксируем результаты анны нифонтовой это на 9 сотых медленнее чем вчера но немножечко изменилась погода я уже начал говорить об этом что сегодня нет солнышка и с одной стороны в общем не так может быть жарко но с другой стороны не так тепло но с другой стороны может быть более стабильным более постоянным что ли будет лед во время соревнований от этого в общем интересно посмотри сейчас температуру воздуха на температуру воздуха плюс 6 а температуру льда минус 7 ну в целом то те же кондиции что и вчера да да примерно так же да ну плюс минус 1 градус ну и все зависит от ветра потому что ветер не только на спортсменов влияет останавливает или тормозит их или наоборот подгоняет на открытом катке вот металлогично но он немножечко меняет и состояние льда он от ветра может становиться чуть менее быстрым что поверхность вот скользящая ну а у нас отправились на дистанцию на итальянка нами по нации анжелика почек почек двенадцатый было вчера и на 500 и на тысячи 39 31 бежала 500 а банаться 11 место на пятисотки 39 24 но вчера банаться выиграла несколько сотых сегодня та же ситуация но чуть чуть больше отрыв ее вот польской спортсменки но результаты чуть чуть похуже соответственно на две десятых плюс минус там сотые будем считать на две десятых и посмотрим насколько это тенденция для всех вчера у ребят сказалось на всех все как побежали на на полсекунды быстрее так и но и спринтеры до конца ну да до конца спринтерских дистанций так и продолжалось улучшение времени ну а здесь видишь наоборот чуть медленнее кайзи омик на старте вместе с габриэль хирш бихлер зе омик 9 было на 5 сотки 39 04 в сумме 10 она хирш бихлер была 10 на 5 сотки 39 19 ну и соответственно восьмой на тысячи метров ну и сразу вы в титрах видите какое время на показать чтобы выйти в лидеры по сумме многоборья по сумме трех дистанций но на самом деле вот пока вот эти первые пары нас даже и следующие не так нас тревожат не так это нам интересно с точки зрения борьбы за самые высокие места зеомик неплохо разогналась кирш бихлер пытается ее догонять ну да на большой отрыв уже очень большой отрыв да и ликвидировать его опытные немки не удастся зеомик вот зеомик первое кто бежит быстрее чем вчера пусть и на девять соток секунды хирш бихлер наоборот проваливает бег 39 19 было вчера соответственно 57 соток вчерашнему результату она проигрывает для такой опытной спортсменки это конечно я бы сказал даже практически провал я понимаю что сейчас рекорд катка и лучшее время показано вонеса герцог 37 6 и 39 конечно 7 это право значительно ну я думаю что и не пыталась с вонеса херцог соперничать я же бихлер до нас относительно вонеса херцог этим результатом 37 61 отобрала рекорд катка который до этого принадлежал даши качановой ну не просто будет даже попытаться его вернуть обратно ну а пока хеги бока по внешней дорожке по большой дорожке и саники денилинг на старте денилинг шестое место в многоборе занимает и вот это наверное первый результат а хеги бока восьмой они как бы своими результатами окружают нашу дебютантку ирину кузнецову соответственно любопытно нам именно с точки зрения борьбы за место в шестерке сумеет ли выдержать наши дебютанка вот такой напор от опытных спортсменок и денилинг хоть и всего 22 года уже имеет на своем счету ряд международных стартов но хеги бока 27 и в общем она уже давно в составе сборной 38 67 у денилинг на 4 сотых чем вчера хеги бока 18 сотых вчерашнему своему результату проигрывая оставляя в общем-то ирине кузнецовой простор определенные для маневров ну в общем видимо что чуть-чуть хуже секунды чуть хуже но опять же возможно утомление возможно утомление второй день все таки водка и зерми кто сумела на фоне утомления показать результат лучше опять же молодой спортсмен да мало опыта но давайте не будем в этом молодые и опытные спортсмены в трех заключительных парах и мы с удовольствием представляем вам ирину кузнецову 20-летнюю дебютантку российской сборной из колонны под руководством родителей и лизы и миши козелина ольги и сергея козелина она тренируется поправь меня я да хотя бы не давайте сначала посмотрим давайте посмотрим летицы дейонг ее соперница движение видели да движение легкое пустили ирину скажем так я думаю что это на некоторую удачу тренируется она на самом деле у алексея владимировича поночина в колонне как сказал игорь все правильно вот принимала неоднократно участие в чемпионатах мира по юниорам и начинала этот год с кубков мира по не у синьорам но это очень хорошая ситуация для кузнецовой она работала напрямую в спину бежать 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 ножками переставлять почаще рим маленько да да будет хорошо будет хорошо может быть не лучше чем вчера но будет неплохо накатывает чуть-чуть проиграла на финише но это и вчера было примерно то же самое именно с точки зрения техники исполнения может быть просто силенок чуть-чуть не хватает на финишную прямую кузнецовой 38 91 но нас вот одна сотая от вчерашнего результата ну я не успел заметить сумму там как она относительно сейчас будем ждать обновления сайта к сожалению ну да он очень медленно работает это конечно вот раньше были не официальные сайты которые просто летали а сейчас официальные как будто бы песка насыпали ютали эрдам наверное главная соперница наших девушек в борьбе за медали и даша качанова даже призналась вчера корреспондент кириана в гостей верю они кибади которые находятся на месте событий в интервью что в общем не очень получилось у нее вчера пятисотка но тем не менее 38 15 и третье время было вчера у даши старт и по моему дашин фальстарт да уж и дальше дальше пошла раньше вчера и вчера кстати тоже у нее был фальстарт вот она старается поймать выстрел похвальное желание ну может быть это имеет смысл делать на кубках мира а вот когда ты в многоборье соревнуешься может быть имеет смысл чуть-чуть вот поспокойней конечно хочется самый высокий результат конечно задачи самые высокие стоят перед дашей и она это прекрасно это здорово что она готовится бороться именно за самые высокие места но просто здесь цена ошибки чуть больше опять же вот рекорд катка понимаешь вот я думаю что про рекорд катка не надо думать сумма многоборья вот что важнее пробежать хорошо сейчас не близко к керцег пятисотку старается старается даша выигрывает ульюта леердам разбег 10 59 лучший разбег дня на две десятых быстрее чем в предыдущей паре это все было так что вчера 1050 на роман тарифа но сейчас есть на 54 но неважно и сейчас отработала переходную прямую в спину и теперь самое главное малый поворот чуть-чуть вытаскивает но в пределах нормы и набежание на финиш 38 22 чуть хуже чем вчера на 7 сотых но в общем и целом учитывая то что все пока по моему только кайзе омик сумела вчерашний свой результат улучшить это нормально нормально кузнецова по сумме проигрывает летицы дейонг и саньки денилинг проигрывает проигрывает достаточно много и соответственно наверно бороться за место в шестерке у него не получится но седьмое место может быть вполне законным и вот решающие две десятые 1 2 десятая очка проигрывает балла это достаточно много это 2 2 секунды на 2 4 на 1000 до следующей пару и самый главный забег наверное ольга фаткулина против ванессы херцог херцог пока лидер по сумме фаткулина третья фаткулина уже была призером спринтерского чемпионата европы два года назад тогда ее опередили юрин терморс и каролина рыбанова ставшая первой в истории чемпионкой но и сейчас ну хороший разбег когда херцог 10 5 вчера кстати было 10 4 10 44 да но фаткулина чуть лучше разгоняется правда сейчас херцог работает в спину фаткулины это не на руку ольги и не на руку как бы нам всем с точки зрения результата но ольги сильнее финиш это однозначно будет накатывать сейчас будет накатывать будет бороться до конца ну да конечно ту скорость которая набрала на переходной 37 62 ну что 37 62 ванесса херцог ну по сути попадает вчерашнюю же результат фаткулина 38 05 соответственно на 8 сотых быстрее чем вчера но все равно достаточно много от ванессы херцог ну что ж очень тяжело будет бороться нашим девушкам конечно многоборье с такой 500 ты еще полочка очень много я еще тут надо будет посмотреть на жеребьевку как она сложится кто с кем побежит в паре ну понятно что херцог побежит в последней паре но вот по какой дорожке и с кем как будет складываться но тем не менее как и накануне фаткулина и качанова второй третий результат наверное стоит сожалеть о том что качанова достаточно много проиграла в том числе 17 соток проиграла ольги фаткулина они поменялись снова местами в сумме многоборья и ну в общем такой ровный прогноз да я сегодня программе все на матче когда мы спросили о прогнозе три варианта есть самый оптимистичный золото и еще какая-то медаль такой средний успокойный две медали второе третье место и соответственно такой пессимистичный в лучшем случае одна медаль но вот пока все хорошо достаточно большой отрыв от четвертого места от ютилер дам секунду и три десятых с точки зрения полу с точки зрения тысячи но конечно до херца дотянуться будет непросто